вот галочка видите мега синг из аптодейт так еще раз показать статус она закроется так я хотел отсюда уже посмотреть но джип артик заведите ну вот у нас ведь будут линукс дата слов все все нормально все подсоединено размеры говорится ваш все что вам хотелось но допустим вот папочку вот вот так вот подключаете да то есть вот файлик ну я не знаю взять да просто перетащить его на рабочий стол но здесь только один а это сбит ли а или это пропал я хотел здесь два оба файла поставить сб лифы и сб изо сб лифы и сб изо я не понял что тут наверху дели фанели так портить а я ее только даже в корневом режиме такие вещи может вытворять отсюда я не могу сэра скопировать в корневом режиме пожалуйста отсюда пожалуйста сюда им взял видите перетянул ее нормально просто показал пример что вот оттуда можно а вот туда за только в корневом режиме вот если пойти на свойства на разрешение видите разрешение не могут быть получены раз обычно ходил эту дату на этом файл вот это менеджере все там перетаскивал создавал файл почему сейчас нельзя я поэтому и хотел его создать если я буду этот чертовски так как бы нам получить на эту папочку это смотрите свойства можно только смотреть ну давайте-ка можно смотреть и модифицировать как ваше имя пользователя ну-ка вот сюда его запишите ну запишите юзов и сюда запишите юзов ну давайте-ка вот сделаем вот такой не надо может там надо еще было птичка апплайет по ол фолдерсами тип фолдерс а я нажал ее так не было отмечено я это сделал в первый раз так вот теперь можете спокойно сюда переносить без кровоядра ну вот теперь другое дело ну вот я только думаю что же еще вы думаете чтобы спросить вы интересный человек вы на сказать вот задаете вопросы но в то же время с другой стороны вы абсолютно не любите на прислушиваться к чужому опыту вот посмотрите сейчас вот невооруженным взглядом вам не кажется что ваша верхняя панель она просто-напросто перегружена а вот мне допустим с моим чувством прекрасного кажется что она уже просто перегружена понимаете как потому что допустим я у себя держу программу кайродок на которую у меня как раз вот все эти служебные программы они и установлены а на верхней панели у меня только располагается google chrome браузер и значит вот это вот терминал и папочка для файлов а вот тут я даже вопросом таким не задавался вы как говорится вы по моему как всегда на высоте так добавить панель ну давайте посмотрим ну и что и теперь разделить какую наверх оставить какую вниз как это сделать какие иконы вверху будет видны какие гнезу как говорится и и вперед ну вот а теперь может быть он будет открываться вверху потому что ты вверху открываешь и так может и браузер будет открываться вверху да вот видите прекрасно прекрасно но если теперь если теперь если теперь вверху а иконы сидеть внизу отлично ну так ли легко будут добавляться там сюда остальные программы я сказать не уверен так а этот откуда будет открываться ну то тоже наверху тоже наверху тоже наверху очень хорошо прекрасно но если теперь если теперь добавить любую икону сейчас погодите так это мы здесь сделали пошире а почему здесь пошире не сделалось или тоже пошире сделать мне сделали оба одинаковые хорошо так а видите что время перебросилось наверх ну хорошо пусть да это то как раз привычный вид как говорится да пусть 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 даже лучше да так ну а допустим если я сейчас решу какую там программу еще что-нибудь там поставить так ну допустим нет это уже сидеть да мне я понимаю мне просто проверить нужно куда куда пойдет да да а вниз побежала хорошо отлично ну тогда как говорится ну давайте тогда так а ну ка если вот эти апплеты добавятся на панель на эту или туда убегут ну-ка давайте посмотрим допустим вот этот вот я хочу поставить на панель а он ставится сюда ну все потому что и вот эти вот я апплетики сейчас погодите дайте мне а вот этот вот почему-то ну ни в какую не хочет ставится так он мне даже не нужен да это вот вот а вот поставится ли он вот сюда это вопрос это кнопка быстрого выключения нет я я не точно не нужно ну тут вроде нормально ну вот я обычно вот этот еще убираю потому что да 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 я тоже убрал и там эти диски это в квадратике тоже я уберу не знаю зачем нет ну это подключаемые диски он показывает то есть вот у вас сейчас подключен диск вот с данными но мне слушайте мне из-за только эстетических соображений я лучше думаю убрать все эти три иконы чтобы была чистая картинка это же не обязательно видны я должен иметь здесь что что именно ну вот эти три иконы зачем мне вот эти да вид спорта там есть сеттинги в меню я могу обозначить чтобы их не видно было все на без спорта есть сеттинги все ты ну и какие проблемы абсолютно как говорится девственное меню можете еще вот так вот нажать и смотреть слайд-шоу она это играет уже со временем этот файл это огромный заменит если эти будут загружаться картинки постоянно как через месяц там будет не знаю какой объем для них Ну, очевидно, создатели что-то такое предусмотрели, чтобы размер не превышал. У них в настройках, сейчас я скажу, у них это обозначено. Вот. Ограничение размера папки. 500 мегабайт. А у вас там несколько гигабайт. Вы можете даже сделать 5 гигабайт, и у вас там будет... 5 тысяч я сделаю. Ну, 5 тысяч сделать, это и будет 5 гигабайт. Ноль, проставьте еще один. 5 это 5 гигабайт? Да. Я сделаю 10 тогда. Ну, делайте 10. О! И дальше 10 гигабайт, он просто не позволит ничему больше загружаться, вот и все. Ну, это не все. То есть, тут уже люди, как говорится, сидели, думали, как сделать для пользователей там все это поудобнее и прочее, и прочее. Ну, вот теперь все эти настройки надо еще раз прописать систембэком потом, чтобы... Ну, так а с систембэком-то вы уже работать-то умеете. Напишите единичкой, нажмите Enter. Вот, смотрите, нажимаете на систембэк, заводите пароль. И вот мы с вами создавали на ISO образы, а вот теперь, смотрите... Вот я возвращаюсь на папочку Home. Как вы сюда попали на эту директорию? Вот по умолчанию папочка, да? Где по умолчанию хранятся, значит, образы. Так? Да. Вот видите, три точки. То есть, изменить, написано сразу Change Path, изменить путь. Да. Нажимаете. У вас, видите, значит, кроме папочки Home, все красным цветом обозначено, не пускает. И только вот папочка Media у вас, как говорится, тут доступна, скажем так. Вот нажмите на нее. Так, User. Вот папочка, которая называется у вас данные, дата. Recovery Files. Заходите в эту папочку. И, значит, вот в ней указываете, что вот сюда вы желаете создать. А это первая точка там уже как? Ну, мы ее же не до конца создали. Мы сейчас поверх нее создадим новую. 20-го числа был взломан официальный сайт Linux Mint. И подменены образы цинамон 17.3 на зараженные вирусами. Вот теперь иначе. Ну, я ответил. У кого-то просто страсть гадит везде, где только можно. Есть такие люди, которые жить спокойно не могут, если, как говорится, кому-то не сделают плохо. Ну, это правда или нет? Вот что пишет. Ну, в принципе, это мой постоянный, скажем так, читатель-пользователь. И я его мнению доверяю. Плюс он провел официальную ссылочку. Причем там написано все, как говорится, по-английски. Поэтому могу вам сказать, устроить просмотр. И они там изменяются, что такое произошло. Значит, там... Ну, сейчас посмотрим. Так я не могу поверить, что это такое плохо. Вот, читайте. Верить не нужно. Пожалуйста. Выбрали 20-го. Может, я 20-го и загрузил? А кто же знает? Это смотрится по дате загрузки. Так вот, эта загрузка, что мы тут настроили, нам, наверное, этого числа есть. Я не знаю. Ну, я же не знаю, когда вы загружали. Сегодня 21-е. Вы, если загрузили сегодня, значит, все нормально. Нет, я загрузился по дате. Надо посмотреть, нет документы. Откуда я брал это, не думать, когда загружено, знаете, тогда 19-го? Ну, значит, нормально. Тут только относятся к 20-му числу. Но это по лицу, что 19-го 9 вечера. Ну, вот они приводят. Пожалуйста, можете тут все проверить и перепроверить. Дают сумму образов. О, а как это мне теперь проверить? Вот эту сумму, у меня есть вот эта виза на другом компьютере. Как мне проверить это? Какая там программа стоит? Ой, ну, это вам дорого будет. Написано 22-го февраля. Время. Вот все оно, как говорится, здесь. Если вам его нужно восстановить, вот галочку вот так вот поставили. Пошли на систему Restore. И он восстановит полностью систему. Ну, понятно. А его можно как бы запонсервировать, чтобы случайно не стирал. Ну, как бы... Вот если мы сейчас сделаем через 5 минут еще один образ, то он встанет наверх, на нем будет написано дата, только будет другое время. Если вы сделаете образ завтра, значит, он добавится сюда. И здесь вот раз, два, три, посчитайте сколько. А, понятно. И это только в одну папочку. Вы можете создать вторую папочку и в нее еще там десяток другого образов понакидать. Как вам нравится? Ну, эти все дополнительные завтра будут полные образы или инкрементальные? Первый образ, как правило, он становится базовым. А потом к нему идут инкременты. Только модификации записываются, да? Да, что ты его знает. Ну, скорее всего. Давайте посмотрим, что тут написано. Установка. Нет, нет, так-то важно просто так сказать. Алекса, какую там программочку вы использовали, что это MDT-SUM проверить? Есть же какая-то программочка? А, вот не скажу. Жмите правой кнопкой мышки по образу. Что видите в менюшке? О, церковь MDT-SUM. Ну. Ну, ты, ну что? Ну, литра белые, литра красные. Тут уже никак не обойтись. А где этот результат должен быть? А сидите теперь и ждете, когда на контрольную сумму посчитают. Вот здесь выскочит окошко с контрольной суммой. А вы идете на большой компьютер. Скорее всего, вы скачивали это вот в контрольную сумму. Видите? Да. Вот. А вы на большом компьютере, значит, включаете, значит, измерение контрольной суммы того образа, который скачали. И сравниваете вот с этими контрольными образами, значит, которые они тут вам приводят. Подождите, я сейчас сделаю интересное, что мы тут отчекаем детей. Ну, ага. 4, 9, 8, 3. Есть такое? Есть. 4, 4, D, C. Нормально, слава Богу. Нормально. То есть, видите, вы можете все это дело перепроверить, по-английски читать. Слава Богу, мне вас не нужно учить. А тут уже идут, как говорится, комментарии пользователей, что они по этому поводу, так сказать, думают и так далее. Они написали, что тут какой-то след, по-моему, из Белоруссии, что ли, прослеживался. Из Белоруссии? Да. Мне это больше хотелось бы верить, что какие из Microsoft или из Apple. Ну, так они же могли и так замаскироваться, что из любой страны сделать. Да, чтобы убрать этих, ну, как бы, репутацию. Ну, потому что Linux Mint становится популярным. Для Винды, конечно, было бы очень хорошо, если бы там пользователи перестали пользоваться Линуксом и обратно там на Винду возвращались-то. Да, и Microsoft, и Apple тоже мне очень довольны. Ну, так, конечно, там такие бабки стригут. Что же вы думаете? Ну, так вот. Кто это сделал? В Булгарии. А, да, если они хотят, может... А, я сказал, Белоруссия. В Булгарии? Самую невинную страну взяли там, где виноград растет и запачкали. Да. Ну, вот. Да, да. Именно из Булгарии. Люди там хуже, наверное, еще живут, чем в Литве. Ну, я не знаю, но может быть. И из Булгарии будут такие гадости делать это? Вряд ли. В Булгарии очень много продвинутых хакеров, скажем так. Да? Вряд ли. Не сомневаюсь. Вряд ли их там много. Скорее всего, там это, знаете, как... И францами воняет здесь. Ну, скажем так, здесь я с вами полностью согласен целиком. Очень на это смахивает, что... Всегда же как? Кому это выгодно? Да, да. Я уже... А когда дело идет на миллионные, там и на биллионные доходы, тут уже они на что угодно пойдут. На любую гадость, на любую подлость. Я даже раньше думал, почему они еще не закрыли своими деньгами эти линуксы и все другое. Потому что, может, тысячи хакеров нанять, чтобы атаки всякие разные на эти сайты испортили, и никто не будет просвечивать никаких... Ну, тут все-таки играет роль, скажем так, штука такая несколько этического рода. Почему? Потому что линукс, он бесплатен. И как, допустим, хакеры будут заниматься линуксом, ну, когда многие из них там на линуксе и сидят, и они знают, скажем, и психологию линукса, там, и философию и так далее. Ну, редко кто станет плевать в колодец, из которого уже воду пьет. Да. А тут просто уже, скажем так, какие-то отморозки. Но есть множество хакеров, которые используют и линду и мак, и вот эти их могли подхитить. Ну, нам не доискаться до корней, до абсолютной, это самое, и вряд ли кто когда до этого доищется. Да, может быть, да, существует и в Apple, и в Винде специальные подразделения, которые занимаются вот такой фигней, скажем. А вот ребята мне понравились, что? Во-первых, они молодцы. Значит, вот у линдовцев, что хорошо, они свои репозитории, то есть хранилища, они за ними здорово наблюдают. Если что-то случилось, так вот они взяли об этом честно и сказали. Да, я это вот помню. Сказали, значит, показали какие-то эти вот образы там. Ну, вам надо или в закладку, я не знаю, там, или куда-то завести, потому что вы сейчас выключите и вы потеряете все это. Нет, нет, вот это фейворит сделаю, вот, положил на фейворит и все. Ну, или так. Вот. Ну, вот такие вот вещи, как говорится, в мире бывают. Ну, я, допустим, вот то же самое со скайпом, например. Они же купили сейчас винда на корню скайп. Все. Поэтому... Я читал, вот, вы читали этот, тоже, в интернете, как Microsoft хотела искать продавать, ну, скайп с программами в Кении на Китай. И государство Китая разрешило только с одним условием. если они сделают Microsoft для государства Китая. То есть, и Backdoor Skype. Ну, для прослеживания своих граждан. И Microsoft сделал это. А после некоторого времени эту версию с Backdoor они во всем мире начали использоваться. И все. Все. Теперь каждый скайп, вот, я почти уверен, не на Виноксе, есть этот Backdoor, потому что это американская там NSA, National Security Agency, просто в России могут поискать для переразговоров. Так, а в чем проблема-то? Какую там? Я, там, там тысячи этих программ, я знаю, какая будет самая, на сегодняшний день самая безопасная. Скайп альтернатизь я набрал. Скайп альтернатизь... Для Linux-а. Там тысячи их. Поищите, найдите что-нибудь. Дело в том, что очень трудно всю вот эту вот массу людей в один момент перебросить со скайпа на что-нибудь другое. Да, но если вот с кем-нибудь вот общаешься, можешь попросить, давай ты, дружок, остановил себе вот эту программу, будем говорить. Если он согласен, да? Если нет, так говорим, пускай. Ну, в принципе, да. А вот этот, пинг, как он называется, эта птичка? Пинг-пинг. Ну, на Linux-е сидит, эта пилетовая. Так он, он сам не программа, он сам только агент. Агент. Он туда там, много чего там входит. Да нет, многие пиджином пользуются и не жалуются. Ну, вот есть альтернатива. Есть Line, есть вот тут еще там всякие. Ova, кстати, очень популярная была. Да и сейчас тоже, по-моему, популярная. Но она, по-моему, я не знаю, платная или нет. Что-то, я уж не помню сейчас. Ну, вот. Тут даже, вон, TeamSpeak есть. Ну, посмотреть, выбрать, предлагать всегда для загрузки, чтобы человек не искал, сразу, чтобы была под рукой ссылочка, чтобы человек сразу мог по ней пойти и поставить себе эту программу. Вот, я знаю, Viber тоже очень популярен. Но он, у меня, допустим, я не смог поставить. А ставится он только через мобильник. Вот. А на моем мобильнике, значит, хоть и Android стоит, и версия вроде бы та, а вот на нее Viber не ставится, допустим. Вот и все. Вот. А так вот, пожалуйста, альтернатива, как говорится, есть, есть всегда. Вот таким вот образом. Так, ну ладно, будем прощаться, наверное. Хорошо, спасибо, очень благодарен, Alex. Ну ладно, удачи вам. Вам ваш кредит записан. Вот я, допустим, уверен, что вы вот в этом деле пока прошитесь полгода, а потом будете у себя там в каунусе всем знакомым, как говорится, спокойненько ставить Linux. Вот. И перебрасывать их уже, как говорится, на Linux. И все, он окупится сторицей. Потому что у меня, допустим, на блоге и под моими видеороликами столько комментариев, причем от людей по 60, по 70, по 80 лет, спокойно перешли на Linux, говорят, ой, как хорошо это, и не реклама, и не вирусов, и устойчиво работает, и ставится легко, и бэкапы делаются нормальные. То есть, народ-то в основном доволен. Да, и это нет никакой там слежки, никаких там тэкскрин экранов. Ничего такого нету, да? Да, да. Я очень доволен. Даже только вот начал, уже вижу, как мне нравится это. Прекрасно. Хорошая система, там и говорить не о чём. Да, просмотрел эти, даже попробовал в этом Mate сначала, думал, все попробовал, на YouTube просмотрел, ну, как дизайн, как работает. Этот синамон самый, ну, и красивый, самый такой современный. Хорошая вещь, да? У меня единственная, значит, вот, нравится мне система ещё Arch Linux и Manjaro, ну, это одна ветка. Manjaro вырос из Arch Linux. Их очень хвалят тоже хорошие, надёжные, стабильные системы, но у них, на них не работает SystemBug. А у меня, значит, со временем появился просто уже пунктик, что если SystemBug можно поставить, значит, я этой системой буду интересоваться. Потому что, ну, он настолько, ну, он в разы повышает надёжность. Да, да. И позволяет создавать живые флешки, да что угодно. Ну, классная штука, чё там говорить. Да, очень удобно, очень. Ну, ладно, ну, всё, давайте, удачи вам. Хорошо, очень благодарен. Хорошо, хорошо.